Максим Власов, дважды экс-претендент на мировой титул, профессиональный рекорд, 51 бой, 46 побед. Вы выступали в среднем весовой категории, суперсредний, полутяжелым и круизервейтинг. На данный момент вы завершили карьеру в 2022 году. Сразу отсюда же вопрос. Не решили ли возвращаться? Ну, честно сказать, такие мысли есть. Первое время, когда я закончил карьеру, первые, наверное, полгода, было кайф. Потому что груз спал, напряжение спало, психологическое, физическое, постоянное. Этого не стало. И я чувствовал себя прекрасно. Потом, спустя это время. Но, естественно, надо было как-то в новую жизнь вливаться, искать какие-то новые занятия, чем деньги зарабатывать. И, наверное, спустя еще полгода, ну, то есть через год, как я завершил карьеру, я понял, что неинтересно мне в других направлениях. В принципе, ну, жизнь обычная, достаточно скучна после спорта, после таких серьезных достижений, так скажем. То есть я был, ну, как бы востребованный боксер, и мне было интересно боксировать, ездить по разным городам, странам. Вот, а этого всего не стало. И, ну, заскучал, честно сказать. И сейчас, ну, и, конечно, охота все это вернуть. Я понимаю, что, скорее всего, это будет сложно, возможно, и даже не получится у меня. Но в ближайшее время хочу начать тренироваться, посмотреть свое состояние, самочувствие. Вот, и там уже потом принимать решение. Возможно, еще, ну, проведу пару боев. Сколько на данный момент вам лет? Сейчас 37. То есть сейчас вы не тренируетесь? Абсолютно нет. Первые полгода я там, ну, так, чуть-чуть для себя немножко занимался. Потом, ну, как бы затянуло рутина, бизнес и все. Времени совершенно нет. Ни времени, ни сил не остается на тренировке. Все-таки ваш последний бой, я смотрел его, и в конце вы взяли микрофон и сказали, что завершайте карьеру. Почему все-таки вот вы приняли на тот момент это решение? Я понял. Ну, это решение было, вот, можно сказать, одномоментное. Да, до этого я, конечно, думал, что, наверное, все-таки уже исчерпал себя. Вот, и, наверное, стоит задуматься о завершении. Но именно после того боя я четко понял, что дальше продолжать нет никакого смысла. То есть я полностью себя исчерпал, как спортсмен. И, наверное, все-таки, ну, никакого смысла нет, как я говорил, проводить такие бои, но я не хочу. Ну, не хотел, никогда не хотел быть там аутсайдером, никогда не хотел быть спойлером, боксировать чисто ради денег. Нет, у меня были совершенно другие мысли и идеи, поэтому я решил вот именно тогда объявить. Вы начали свою профессиональную карьеру в далеком 2005 году, и вот в 22-м закончили. У вас 51 бой. Как вы считаете, не много ли это вообще боев? Ну, вообще, по факту, у меня 50, наверное, 7 боев, потому что 6 боев не вошли в рейтинг, ну, по разным причинам. И поэтому, ну, да, официально 51 бой, а так 56. Да нет, конечно, немного. Бывают боксеры с большим количеством боев, вы прекрасно их знаете, и они были суперзвездами. Вот, поэтому все зависит от того, во-первых, какие это бои, как ты их проводишь, как ты к ним готовишься, потому что каждая подготовка – это тоже достаточно затратная и эмоциональная, физическая программа. Поэтому все зависит именно от того, как ты… Ну, и лично от человека, от его физических возможностей, потому что все люди разные. Кто-то от природы достаточно сильные и выносливые, кто-то наоборот, и поэтому много факторов. Опять же, насколько ты сумел себя сберечь за это количество боев и подготовок. Вы начали свою профессиональную карьеру в 19 лет. Расскажите вообще про любительскую карьеру, если она была, и чего вы достигли. Ну, мне было тогда не 19, а еще 18, половиной где-то примерно. По любителям ничего не добился сейчас сказать. У меня было в районе, там, 40, наверное, боев. Всего 30, там, с чем-то 32-33 я выиграл. Был участником первенства Приволжского федерального округа, занял там третье место. И все, но, как бы, это, наверное… Ну, победили там турниры класса одного имени Гагарина, Юрий Гагаринов, в Саратове проходил. Как бы, и вот это все. Но изначально, ну, хочу сказать, что изначально, как бы, был прицел на профессионалов. И тренер с самого начала, как бы, вот, всех нас, кто у него тренировался, Игорь Николаевич Петраченко, нас готовил именно к серьезному профессиональному боксу. Любительский бокс это был, ну, так скажем, тренировка, подготовка к более серьезному профессиональному бою. А с Петраченко бы с самого начала? Да. С самого начала своей карьеры. Изначально я тренировался там в зале, ну, просто числа. В общей массе, как для себя, ну, для интереса. И то, так нестабильно, и очень, как бы, без фанатизма. Когда попал к Виктору Николаевичу уже, да, в 13 лет, ну, тогда вот началась серьезная, скажем так, работа. Где-то, наверное, года два назад я делал интервью с Дмитрием Пирогом. Мы говорили о его стиле бокса. Стиль у вас с Дмитрием Пирогом очень схож. Чего скрывать, я сам смотрел бои Дмитрия Пирога и пытался что-то перенять. Могли бы ли вы сказать, откуда вот появился у вас этот стиль? Только от тренера. Тренер, ну, он научил меня всему абсолютно. И весь стиль, который у меня есть, ну, дало мне. Потому что, по словам Дмитрия Пирога, это его, скажем, собственный стиль, если я не ошибаюсь. У вас такая самобытная техника ведения бокса. Расскажите вообще о своем стиле, откуда он взялся. С течением определенных факторов. Когда я еще в любительском боксе боксировал, мне безумно было интересно смотреть профессиональные бои. Соответственно, то, что ты смотришь, непроизвольно, получается, откладывается у тебя, и ты пытаешься повторить. И поэтому у меня немножко шло чуть по-другому. Стиль вот этот, получается, вы сами его изобрели, может быть, так сказать? Он непроизвольно сформировался. В профессионалах, там стиль сформировался от того, что, ну, не знаю, почему-то мне в голову стрельнуло. Боксировать на дистанции, как кубинцы, как любитель. Ну, любой может. Но длинная дистанция боя в профессионалах, она подразумевает, что мы же не биороботы, мы устаем, и дистанция сокращается. Помягче выразиться, но это все ложь. Полнейшая ложь. Да, Дмитрий был склонен к такому стилю. Но у него близко этого не было. Да, у него были там данные к этому. Он хорошо это брал, это стиль. Но это не его стиль. Ну, то есть, от него придумал. И все, ему дал Виктор Николаевич. Это 100%. Вы начали боксировать изначально в 2005 году в весовой категории 72,6. Это средняя категория. И добрались аж до круизер-вейта, это 97. Расскажите про ваши весосгонки. Как вы вообще этот вес набирали, скидывали? Ну, когда я начинал, в среднем весе, ну, я был молод. Скидывал достаточно легко. Понятно, что не без усилий, но я их достаточно, все трудности преодолевал с весом. Ну, то есть, вес гонял я практически всегда. С самого начала, с самого первого боя. Даже в любителях. То есть, не было ни одного боя, когда мне не приходилось там скидывать. Даже в круизер-вейте я все равно там какое-то количество килограммов не приходилось сбрасывать. Естественно, с возрастом все сложнее и сложнее. Когда я боксирую в круизер-вейте, конечно, ну, попроще. Потому что, ну, все-таки я не тяж. По своей физиологии я, скорее всего, полутяж. И, ну, тогда мне было попроще. Тогда было гораздо меньше разницы в весе тренировочном и боевом. Приходилось меньше сбрасывать. А потом, когда я принял решение переходить в полутяжелый вес обратно, то есть спускаться из круизер-вейта в полутяжелый, да, первый бой, ну, я грамотно подошел. То есть, как бы, был достаточно спокойно, расслаблен, так скажем, в плане, ну, веса гонки. А потом уже, да, было сложнее. Уже и возраст, как бы, тяжелее было делать вес. Психологическая усталость и все остальное, как бы, накопилось. Было тяжеловато, сейчас сказать. Какой у вас рост? Сейчас 180-80 км. Официально заявлено 192, но 192 я никогда такого роста у меня не было. У меня был рост 190 официально, и, точнее, не официально, а вообще, в принципе, по жизни. Но потом, ну, у меня был травм позвоночника, и мой рост уменьшился на 2 сантиметра. А что случилось? Неудачно прокатился на сноуборде. В 51 бой у вас официальный, вот в 6 еще неофициально. Помните ли вы каждого своего соперника? Сейчас, конечно, если поднапрячь память. Так, да, так, конечно, могу, если конкретно проходить по бою, то, наверное, вспомню. Но так навскидку нет. Могли бы ли вы назвать в вашей карьере самые, наверное, 2-3 самых сложных боя? Как вам сказать? Вот, допустим, последний бой, да, он был, он был несложный, он был очень тяжелый. Очень тяжелый, связан, ну, это было связано с разными причинами. Там, я был очень плохо готов, заболел перед боем, там, ангина жуткая. Потом, там, весогонка и все остальное. То есть, я был измотан, и бой удался очень тяжело. Но, по факту, это несложный был бой для меня. Если, там, с точки зрения противостояния, там, это, наверное, вот бой со Смитом был очень тяжелый бой. Несмотря на то, что я достаточно, там, легко выиграл бой с Чехкиевым. По эмоциональному накалу он был достаточно тяжелый такой, вот, физически было тяжело, но он достаточно такой сильный, крупный парень. Да, наверное, вот это, ну, понимаете, в каждом этапе карьеры были свои самые сложные бои. Ну, все-таки я рос, от боя в бой я рос. То есть, на каком-то этапе, там, это был самый сложный бой. Дальше уже, там, другой самый сложный бой. Поэтому их уберется за очень много. За бой с Джо Смитом. Он прошел в США за лакантный титул WBO. Если не ошибаюсь, в 21-м? Да, в 21-м году. Вы пересматривали этот бой? Да, пересматривали, конечно. Вы считаете ли, что в этот бой выиграли? Да, с небольшим преимуществом я выиграл. Вы считали, с каким преимуществом? Я думаю, в районе, там, двух очков. После этого боя ваш менеджер подавал апелляцию. Ну, и, естественно, ничего апелляции. Да, конечно, это так чисто сотрясание воздуха. Они редко что-то решают, если это невыгодно промоутерам. Позже Джо Смит встретился с Бетербеевым. Думали ли вы, что этот бой произойдет так быстро? Ну, я примерно предполагал, что это не будет долгий бой. Где-то до середины он закончится. А встречались ли вы раньше, может быть, с Бетербеевым в спаррингах? Мы даже лично не виделись, не знакомы. Скажите, вот по вашему мнению, как нужно боксировать с Артуром Бетербеевым, чтобы его выиграть? Я думаю, что здесь нужно максимально жесткий прессинг. Артур сам достаточно жесткий и прессингующий боксер. И таким очень сложно работать с вторым номером. То есть, когда его атакуют, они не привыкли к этому. Когда его атакуют, когда его прессингуют повторными атаками, жесткими ударами. Ну, честно скажу, с защитой у него достаточно большие проблемы. Я думаю, что с ним нужно боксировать именно так. Но для этого нужно быть максимально готовым физически, в первую очередь. Ну и технически, само собой. Если ты будешь идти вперед и постоянно пропускать удары, ничего хорошего до этого не выйдет. Несмотря ни на что, он как бы умеет все-таки бить навстречу. Просто он к этому не привык. В основном всегда он идет вперед. Но если его грамотно прессинговать, с хорошими защитами, с комбинациями, с повторными атаками, то ему будет очень тяжело. С Артуром Петербеевым нужно боксировать первым номером. Да. И у меня следующий вопрос. А Дмитрий Бивов сможет выиграть его Артура? На данный момент. Не будем брать через год, через два. А вот сейчас. Вот у них бой как раз в течение месяца у обоих. Ну, на самом деле, тут очень сложно давать прогнозы. В принципе, оба боксера достаточно высокого уровня. Каждый силен в своем. Но тут 50 на 50. Да, но у него часто бывают моменты, когда он делает повторные атаки. И это очень, может быть, неудобно. Для таких боксеров, как любых боксеров, сейчас сказать. Был титульный бой за чьи-то чемпиона мира. Да, с Гловацки у вас был бой за... С Гловацки этим чемпионом мира был, да. И с меня всего их два. И с Джо Смитом. Уделить этому бою с Гловацки. Во втором раунде, кажется, был удар с нарушением, да? Касывает Гловацки. Касывает Гловацки. Довольно опасно. После стопа нельзя бить. Там этих ударов было с нарушением, наверное, 50%. Поэтому конкретно я даже не вспомню. Гловацки, но он сам по себе, да. Достаточно грязный боксер. Но как бы это не его вина. Его так научили просто-напросто. Скорее всего, он делает не специально. Но было очень много ударов по затылку. В район ниже пояса. Короче, по спине. Ну, это все технические погрешности я, скорее всего, к этому отнесу. Хорошо. А вы тоже по бою, в принципе, ни разу не апеллировали судьи? Да, ну, я, в принципе, не привык апеллировать. Ну, что апеллировать? Ну, бой идет и как бы нужно. Ты во время этой апелляции можешь просто-напросто получить по голове. Поэтому тут надо делать свое дело, да. И там уже апеллировать дружин тоже на другие люди. И вы же после этого боя, кажется, перешли опять вниз на веселую категорию ниже. Да, по-моему, после этого боя, как раз. То есть чувствовалось, что это вот не ваша категория? Да, в принципе, я всегда немножко не чувствовался. Когда более-менее серьезных соперников попадались туда, я чувствовал, что не крузер я, не тяж точно. Немножко не хватало мне. Но тут вопрос не в этом. Головацкий и такой соперник, который, в принципе, я мог пройти, вот были немножко другие проблемы психологического характера. И я, в принципе, подошел неправильно к этому бою. Начал его неправильно и там уже пошло по накатанной. И еще у меня один бой, хотелось бы уделить внимание. Вы тогда перешли в Крузервейд, это вот с Рахимом Чикивом. Вы этот бой выиграли досрочно. Жон Левша, как и Головацкий. Расскажите про этот бой и вот в чем разница этих бойцов. В чем разница? Ну, часто сказать, Чикив больше как боксер-любитель. Но его удары достаточно все предсказуемые, потому что он бьет с напряжения, в основном за счет сил рук, размаха, скорости своей. Но эти удары к концу, к цели, так скажем, они теряют свою эффективность. И поэтому все его удары я мог просчитать, мог увидеть, и, ну, так скажем, противостоять им. Совершенно легко. Поэтому, а Головацкий, он все-таки профессионал, больше по своей манере. По сути, да, он достаточно тоже корявый боксер, кривой. Тоже непонятно как и откуда. Но он такой более профессиональный, так скажем. После Рахима Чикива вас вывел на хороший уровень? Ну, честно сказать, да, вывел, конечно. Меня стали признавать, признавать и все остальное. Но в плане боев, предложений каких-то особо там никакой перспективы не родилось после этого боя. И напоследок хотел бы пару слов от вас, нашим зрителям. Что скажешь зрителям? Будьте сильными, умейте преодолевать всякие сложности и трудности в жизни. и всегда это вас заст. Да. Всё. Хорошо. Всё. Всё. Продолжение следует...